Добрый день! Это передача «Мягкая сила». Я Мария Мавакян и гость программы, писательница, общественная деятельница Ивета Александр. Она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Ивета, добрый день! Добрый день! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели и зрители передачи! Спасибо за приглашение! Спасибо вам, что приняли мое приглашение. И мой первый вопрос. Ивета, ваша семья проживала в Баку до 1990 года. Почему? Откуда ваши корни? Ну, если начать говорить о корнях, естественно, нужно уйти в Арцах, в Нагорный Карабах, потому что корни наши из села Хандристан. И с обеих сторон, со стороны мамы и папы, родня всю жизнь. То есть до того, как появились уже мы, проживала в Арцахе. То есть мы сами, наше поколение, поколение детей уже родилось в Баку. А взрослые наши, ну, за исключением мамы, мама тоже родилась в Баку. На Пятой Свердловской, для тех, кто знает, где это находится, это одна из центральных территорий Баку. Ивета, какая была у вас жизнь в Баку до февраля 1988 года, до тех пор, когда случился геноцид армян в городе Сумгайти? Ну, если говорить честно, все это началось гораздо раньше 1988 года. Я почему говорю гораздо раньше, потому что ощущение того, что мы не являемся как бы национальной силой этой страны, возникло, ну, наверное, уже в 60-х годах. Так было довольно хорошо и четко заметно. Почему я говорю об этом? Потому что все то, что делали армяне на разных своих уровнях, в основном образованные армяне, интеллигентная аура самого города и самой республики, те, кто поднимал эту республику, как-то так или иначе чувствовали на себе влияние того, что они не являются национальными кадрами, как тогда было принято говорить, этой страны. И если им поручали, также на любом уровне, будь это врач, это педагог, это архитектор или какой-то еще и деятель с высшим образованием, он, естественно, отодвигался на второй план и становился не главным действующим лицом, а, скорее всего, заместителем. И так же коснулось это и моей семьи. Мама моя, доктор Мирзаян Виктория Соломоновна или Сагамоновна, она была назначена буквально после окончания медицинского института, молодая еще, назначена в Кировский район, в город Баку, или Кировский поселок. Ну, городского типа, он находился на территории города, это не село, а городского типа район. Она была назначена главным врачом медсанчасти номер 6. В то время медсанчасть представляла собой не больницу в прямом понимании, а что-то наподобие того, то есть какой-то центр, где обслушивались больные. Она заняла позицию главного врача и подымала эту больницу. Ну, вот если сказать подымала на себе, она, может быть, так и выглядела, потому что она окружила себя единомышленниками. И больница медсанчасть номер 6 превратилась в больницу Меликова. Я имела несколько корпусов, родильное отделение, детское отделение, отдельно терапия, сердечно-сосудистые, также отделение, хирургия. Я вот говорю вам, я сама вижу все эти корпуса, и вот этим всем где-то 5-6 корпусов руководила моя мама, Виктория Соломоновна, доктор Мерзаян. Прошел какой-то период, когда все было поднято уже достаточно высоко, чтобы это называлось больница городская. То есть это больница имени Меликова, она была уже довольно популярна. Врачи работали от души, у нее хорошая, крепкая команда была. И в момент, когда это все уже было поднято на должный уровень, возник вопрос, а почему вот армянка у нас там наверху находится, мы можем ее подвинуть. Это я говорю сейчас словами взрослого человека, когда я была ребенком, и, конечно, таких деталей не понимала. Но это стоило здоровье молодой женщины. Меня еще удивило, что она не обижена была, а приняла это как должное. То есть это было в виде оправдания. Ну, это же нормально, если будет над тобой стоять, ну, некто, даже не хочу их фамилию называть, как моя дочка обычно говорит, не давая им кредит. Здесь принято это называть кредитами, то есть ты называешь человека, и в какой-то степени даже в отрицательном ты его рекламируешь. Поэтому я не буду называть отрицательных героев по именам для того, чтобы не рекламировать их и не давать им кредитов, как говорится. Ну, восприятие того, что тебя отодвинули, ну, не совсем, скажем так, ее оставили заведующей детским отделением, потому что она стала заведующей детским отделением. Но могу сказать абсолютно точно, что еще многие годы больница числилась под названием, то есть, вернее, главным врачом все-таки оставалась она. Потому что люди привыкают к тому, что вас обслуживает какой-то очень популярный врач, и к нему направляют больных из разных мест. А так как мама хорошо владела азербайджанским, кроме армянского, само собой, где-то грузинский, где-то лезгинский, она как-то была ими принята как своя. И поэтому, если даже приходили азербайджанцы лечь в больницу, привозили своих детей, они говорили к доктору Мирзаян, к доктору, и им говорили, у нас еще вот это, вот другая, третья, не буду называть их имена. Они требовали Мирзаян, и Мирзаян выходила, говорила с ними на их родном языке, принимала их в свою палату, и они были довольны тем, что ими занимается главврач Мирзаян. Хотя она уже была просто заведующей детским отделением, тем не менее, это звание главврача Мирзаяна оставалось долго. У меня была музыкальная школа неподалеку, то есть меня пригласили на музыку, и вот я должна была вернуться после уроков к маме в больницу. Заходя туда, они говорили, о, вот главврача Мирзаян, дочь пришла, или моя сестра также. Мы заходили, нас пропускали, не спрашивая, они так и называли, это дочка главврача, хотя главврач был уже другой человек. Но мы принимали это, как бы, вот тебя отодвинули, ну ты же понимаешь, что если мы все должны были понять, даже если это тебе стоило здоровья и нервов, мы воспринимали это, ну, правильно, а что ты сделаешь? Можно было снять человека с какого-то мероприятия, потому что он просто не подходил, его имя должны произнести, но не нужно. Поэтому, когда нам говорят о том, что как начался этот геноцид, когда это началось и все прочее, я, как ребенок, помню мелкие детали, и как молодая девушка, и как женщина, когда нас все время куда-нибудь отодвигали, это при всем том, что мы хорошо работали над тем, чтобы быть впереди, и мы были впереди. Но если проходит какой-то конкурс, и в жюри, это же, как бы там ни было, это же человеческий фактор, правда, они вот смотрят, и вот исполняет Ида Мерзоян, это моя младшая сестра, которая, ну, за кавказский конкурс ли, и просто в Баку какой-то конкурс, вот в филармонии их объявляют, и она играет в полную силу, она была пианисткой, и, ну, первое место присуждали национальному кадру, Ида Мерзоян могла получить в лучшем случае второе место. И я могу это сказать, неоднократно говорить о том, что мы помним, ну, есть моменты, где ничего не задвинешь, это я, например, выступала за школу свою, у нас школа была с более таким спортивным уклоном, и если я бегу 500 метров, и я бегу первая на той из фотографий, слава богу, они сохранились, ты уже никуда не денешься, если Ивета Мерзоян прибежала первая, то она просто прибежала первая, это слишком очевидно, и здесь ничего не сделаешь. Но если там, где Ивета Мерзоян могла спеть или станцевать, и ее можно было не взять куда-то, было совершенно очевидно, что нас заталкивают. Это было маме на поколении, это было с папой, то есть мама с папой, то есть и у папы были те же случаи, их все время заталкивали куда-то, и нас куда-то заталкивали, но мы почему-то принимали это как бы за должное. Ну, там же уже национальные кадры, они же должны объявлять, ну, кто, солистка ансамбля Ивета Мерзоян, ну, как-то даже нелепо звучит, и мы почему-то считали, что это окей. Поэтому говорить о том, что наше заталкивание, которое привело в итоге к тому самому геноциду, это началось в 88-м году, я бы не сказала. Я и многие другие те, кто проживал когда-то в Баку, в Сумгаите, в том же Кировабаде, и в других районах, я уже молчу про Арцах, я там выросла, я просто... Ну, если меня до сих пор принимают за жительницу Кандаристана, и они правы, и я люблю, что в меня принимают за жительницу Кандаристана, которая находится в эмиграции, скажем так. Меня это очень радует, потому что я вот буквально вросла корнями, ногами, руками, всей душой у моих Кандаристана. И мое воспитание шло оттуда. Я проводила там как минимум один месяц, если не те три месяца в детстве, когда нас в мае еще отправляли, до сентября мы ходили из деревни. Если с родителями, когда маленькие, если постарше, с бабушкой, с дедушкой, потому что они жили там, ну, долгое время, как бы, пока не умер лишь, как говорится. И для меня, что происходило в то время в Арцахе, в Нагорном Карабахе, пускай будет так, тоже знакомо. Я знаю все детали и мелочи, потому что если взрослые думают, что ребенок этого не видит, то, может быть, ребенок в какой-то степени блокирует это все, но потом, потом это все садится в то самое место у тебя в мозгу, которое, оно как бы пульсирует до тех пор, пока ты его как я, например, не сядешь и не напишешь об этом. И ты садишься, и ты пишешь об этом. Как многие другие, которые, ну, куда-то же это должно выплеснуться. У меня выплеснулось, у многих тоже выплескивается. Кто-то это делает через книгу, кто-то это делает через интервью, кто-то поет об этом, кто-то танцует об этом. То есть мы каким-то образом пытаемся показать, что 88-й год пришел не случайно. Не в Арцахе и не в Азербайджане. Поэтому шли какие-то предпосылки, и они вырвались наружу в то время, когда уже в 88-м году армяне вдруг попытались освободиться от, как бы, давления со стороны Азербайджана, со стороны правительства Азербайджана, скажем так. Я уже не хочу идти назад в 20-й год или в 18-й, где часть моей семьи пострадала так же. Поэтому для меня 88-й год, сумгаитские события. Даже я не знаю, если я пойду глубже, то я начну говорить о семье моих родственников, земляков, моей ближайшей подруги, которая в это время жила в Сунгаите, и получила сполна. И погибли они бы, трое детей и родители, они бы погибли, если бы им не удалось, как некоторым другим, спастись. И когда называют цифру, там, 30 человек погибло, там, еще 25 человек, да боже мой, боже мой, даже никакого сравнения с тем, что на самом деле произошло, нет. Это очень болезненная тема, и то, что мы смогли уехать из Баку, это продолжение той же самой темы, той же самой темы изгнания нас, унижения нас, недопущения нас на уровень, на котором мы достойны, на котором мы достойно находиться. И вот это зажатие нас, как вот ту самую пружину, вот этот пресс, который мы ощущали на протяжении всей жизни там, конечно, вырвался в то, что мы имели в 90-х, уже в 90-х. Я просто хочу сказать, что при всем том, что в нашем детстве, юности и уже во взрослом возрасте, несмотря на весь этот пресс, который давил на нас, мы не отставали. Это не значит, что вот армяне теперь поняли, что они на вторых местах, или если даже на первых, за ними все время какая-то гонка. И вот вдруг армяне перестали бы быть людьми, которые хотят и умеют делать то, что они хотели бы. То есть наши мечты все равно осуществлялись, наши желания все равно происходили. Мы в любом случае продолжали обучаться, продолжали получать образование. Наши мастеровые, ну это, наверное, люди, которые держали, скажем так, вот ту самую ауру этого города, на котором строилось все остальное. Потому что если вы возьмете, к примеру, сапожников, это не шутка, это абсолютно точно. И любой армянин, проживающий там, и сейчас те, которые меня слышат, не армяне, проживающие там, или жившие когда-то, знают, что армянский сапожник – это мастер на все руки. Вот можно было прийти, как, в принципе, и я приходила и говорила, я хочу вот такие вот туфли. Или дети нам же с детства шили. И думаете, кто это шил? Ну, естественно, армяне. Эти туфли, которые изготавливали армяне, они просто улетали. Мы просто… Это было художественное произведение. Вот это просто… Это искусство. Это что-то, что другим, может быть, недоступно так, как армянам доступно. Если вы хотели пойти к портным, не удивляйтесь, что портные были армянами. Их было много, они были великолепны. И они долго еще вспоминали после того, как они уехали. Если какие-то ремесленники, изготовление каких-то чеканок ли, каких-то резьба по дереву, резьба по камню, те же самые могилы в Азербайджане. Вы думаете, кто занимался резьбой по камню и все прочее? Я могла бы перечислить имена, просто нет смысла. Это будет очень долго. Совершенно, абсолютно гениально это все делали армяне. Я не буду сейчас говорить об архитектурных зданиях, потому что часть Баку конкретно была построена армянами. Они это отлично знают, это есть. Это можно найти где угодно на веб-сайтах. Конечно, они умалчивают это, они стирают имена. Они это делали и до того, как произошли события. Мы с Альбертом были музыкантами. И если говорить об Альберте, потому что он, естественно, был мой муж Альберт Асриян, музыкант-композитор, окончивший консерваторию, изучивший, само собой, консерваторию. Если брать на его примере, то он работал с такими музыкантами, с такими известными людьми, как тот же Пулат Бибелевлый. Он писал армжировки для его ансамбля, в котором сам участвовал. И Альберт играл на скрипке. На скрипке он и закончил консерваторию. То есть он профессиональный скрипач, и параллельно у него шло обучение композиции. Писал, аранжировал музыку для Пулата Бибелевлый. Он работал также в ГАЯ. ГАЯ – это был такой квартет. Для тех, кто… Люди моего возраста, старше, может быть, даже младше, они знают, что такое ГАЯ. Это четыре вокалиста и музыкальный ансамбль, который сопровождал их. В какой-то период, ну, когда возраст уже, как говорится, уходил, госоркестр ГАЯ привлек молодежь, в числе которых был и Альберт Асриян, мой супруг. И он стал руководителем группы «Талисман» при ГАЯ. То есть он работал и с этим квартетом, они уже не выходили квартетом, они уже выходили актетом. То есть там восемь человек, ребят молодых, выходило, как бы придавая молодость бывшему ансамблю для того, чтобы это лучше смотрелось и на публику, и вообще. Они исполняли джаз, они исполняли эстрадную музыку, аранжировки к этой музыке писал Альберт Асриян и другой музыкант, кстати, тоже армянин. Поэтому для того, чтобы говорить, что мы вдруг поняли, что все, нам некуда деваться, и мы не будем так же действовать, как мы действовали, это будет неправдой. На фоне того, что происходило, на фоне всех этих заталкиваний назад, мы все-таки занимали те позиции, которые были соответствовать нашему образованию, нашему умению, нашим способностям, и мы были ведущими, мы не были в хвосте. У нас были те самые амбиции, которые соответствовали тому, на какой уровень мы вышли. При всем этом мы писали музыку, то есть Альберт пишет музыку, я в основном писала стихи. Наши песни исполнялись на мероприятиях азербайджанских, где-то имена искажались, где-то их вообще не называли. Вот представьте себе Юрмала. Это 87-й год, кажется. Сейчас не буду уточнять, где-то у меня это записано, просто хотелось куда-то отодвинуть, задвинуть и забыть. Ну, конечно, держится. Мы посылаем песню, то есть попросили. Вот они пришли и просят на Юрмала, хотят послать музыканта, который будет представлять Азербайджан. Музыку просят написать музыкантам, обращаются в талисман. В талисман руководит Альберто Сриян. Он садится и пишет песню без себя. И в основном чаще всего песни пишутся на готовые стихи. А здесь он не... Мы находились тогда на отдыхе на Черном море, в Гудаутах, откуда мама, откуда она даже не родом, но в какой-то степени будем считать, она родом из Гудауты. И мы находились на отдыхе, и он начал играть и говорит, ты можешь подобрать стихи? Я говорю, подготовлю музыку, да, могу, многое. Мы сели с ним и обработали эту песню. Песня появилась. Преподносим эту песню на прослушивание в Азербайджане тех, кто пошлет песню на Юрмалу. Они приняли ее. Но... Вот вам очередной задвиг нас куда-нибудь. На коробке, которая посылается к Юрию Николаеву вместе с певцом, написано Альберт Алиев. Даже не Аслиев уже, потому что в некоторых его наградных этих листочках и всяких подарках Али числился Аслиев. То есть мы уже реверанс там сделали. Это был не Аслиан, это был Аслиев. Но тут они произносят это Альберт Алиев. А у меня написано Ивета Мелик Мерзахан. То есть это мой был псевдоним. Они пишут Светлана Мерзаханова. Мы должны вот таким образом понять, что это наша песня. Или те, кому мы сказали, ребята, сегодня на Юрмале покажут нашу песню. Выходит певец и Юрий Николаев, и Андреева, или я не помню, эту ведущую, объявляют. Альберт Алиев, Светлана Мерзаханова. Без себя. И выходит парень и исполняет нашу песню. Мы вот как сидели в креслах у телевизоров, так и замерли. То есть нас хорошенько задвинули. А спросите, мы обижены были? Нет, мы это восприняли. Ну а что делать? Ну куда? Ну куда девать? Ну что, так вот есть, вот так бывает. Когда справляли мы последний Новый год, уже даже не было настроения, чтобы сказать, идти, но нас пригласили как авторов этой песни и так далее. Мы справляем Новый год в какой-то группе, откуда мы в итоге все же ушли из середины этого пари. потому что произошло непредвиденно и я, например, это не могла как бы снести, скажем так. Так вот, на Новый год была выбрана для телевидения, для телевизионной программы эта самая песня без себя. И она исполнена была там, на этой программе. И в титрах опять не указали наших имен, а вернее их исказили, когда мы видели титры. То есть Альберт выступил и уже потом он пришел, мы смотрели это в записи и напряженно ждем, что же будет указано в титрах. Естественно, нас не указали. Таким же образом не указали в Зеленом театре, когда это была песня года, по-моему. Они объявили вообще вместо Альберта Осриев хотя бы, если не Осриян, они его объявили Аббас Алиев. То есть вот хоть стой, хоть падай. То есть это вообще другой человек. То есть это не он. Просто ну никак нельзя было объявить руководителем талисмана Альберта Осрияна. Вы можете любого музыканта сейчас спросить, и в самом Азербайджане тоже. Кто был последним руководителем группы талисман? И те, которые были там, те, кто присутствовал, те, кто видел его, те, кто знают его, они знают его уровень, они знают, что это был Альберта Осриян, которого периодически называли как-нибудь еще. Вот вам еще преддверие к этим событиям. Поэтому говорить о том, что геноцид начался в 88-м году, скорее всего, будет неверно, так как это будет выглядеть очередным реверансом тем, кто хочет думать о том, что вот это было вот тогда, а до этого ничего подобного не было. Было моральное давление, было вот это издевательство, скажем так, которое мы принимали за должное. Но непонятно, почему мы должны были считать, что если я что-то исполнила лучше другого, меня ну просто никак нельзя назвать первой. Или моя же сестра, которая сыграла, которая болела уже тем, что она видно, что там уже дальше некуда. И все равно ее будут называть второй, потому что ну не дают и все. Вот вам духовный, моральный, какой угодно, пресс и геноцид. А когда уже в 88-м году начался сунгаид, вот я могу вам сказать абсолютно точно, наши соседи азербайджанцы извинялись. Вот кто не знает, кто хочет знать, что было, наши соседи, я жила в третьем микрорайоне, в доме 15, и не буду говорить даже улицу, потому что не хочется произносить, я просто хочу сказать, что азербайджанцы нашего подъезда, встретив моего папу, а он был довольно популярным человеком, потому что у него мастерская часовая находилась возле дома, он подошел человек, и Александр, я очень извиняюсь, то, что произошло в Сумгарите, это что-то невероятное, это какие-то звери, это не азербайджанцы, поверь, это кто-то их настроил, это, ну, в общем, они конкретно извинялись, то же самое делали наши друзья, то же самое происходило кругом, потому что в тот период это казалось чем-то неестественным для Баку, потому что Баку, весь состоявший из разных народов и разных взглядов на все что угодно, вот этот Баку, который мог держаться вместе, даже при том, что мы все были разные, он вдруг куда-то начал исчезать, потому что мы понимали, что раз в Сугаите такое может быть, возможно, где-то еще будет, но не в Баку, это точно. Я позвонила своей подруге, вот родственнице Людмила, педагог тоже, Людмила Исраиляна, она по-моему уже Ванян, и Люда, как вы, как вы держитесь, она, нас посадили в какие-то подвалы с водой, нас отправили в какой-то кинотеатр, мы там вот нас заперли, ну так вы держитесь, давайте к нам, у нас такого быть не может. Я это описываю в своем документальном рассказе «Капли в океане», я просто возвращаясь к этой теме, она все время бьет по всему, что мы пытались вынести хорошее из той жизни, она просто ставит какой-то нам тупик. Она мне говорит, Ивета, у вас будет то же самое, уезжайте, и я ей говорю, что ты, Люда, как у нас может быть, нет, Ивета, уезжай, мы уезжаем к дяде Алихан, мы едем в Брянск, а Брянск, тогда это, в общем-то, они приехали не в город сам, а в село, для нее, жительницы города, оказаться в селе, ну, я понимаю, что мы отдыхали в селе, мы жили в Арцахе летом, но мы не были, в общем-то, сельскими жителями, и те трудности, которые мы должны были переносить в селах, мы к этому были не готовы. И вот в такой момент она мне говорит, мы едем в село, я говорю, ты же не справишься, она говорит, привет, это лучше, чем быть здесь. Я ей говорю, приезжай в Баку, мы поможем. Нет, мы уезжаем, уезжайте вы тоже. Они уехали, спаслись, то есть они в тот момент, когда это все происходило, им удалось спастись, и дальше им удалось выехать. Мы в Баку были уверены, что здесь такого быть не может. Словами моей мамы, там, где могилы 26 бакинских комиссаров, такого быть не может. Но она была дочерью, скажем, коммуниста. Он был номенклатурой в свое время. Ну, его уже в то время не было, но она говорила, нет, этого быть не может. Разве для этого мой папа строил советскую власть в Баку? Как это? В Баку этого быть не может. В Баку это произошло абсолютно так же, как и в Сунгавите. И тоже постепенно, если в 88-м это было, как бы, еще извинялись перед нами, то дальше это было, это было просто обыкновенно, как нормальное явление. Наступает 88-й год, наступил страшный день землетрясения в Армении. Это надо было видеть. Для тех, кто был уже не ребенком, он наверняка помнит ту передачу, когда сообщалось о том, что произошло в Армении, что там произошло жуткое землетрясение. Выходит диктор и с улыбкой восторженно преподносят, что у соседей произошло землетрясение. Она улыбалась как медный таз, она сияла. Она в восторге на двух языках, на азербайджанском и русском, сообщала населению, вот осталось только аплодировать. Но аплодисменты пошли сразу за нашими окнами. То есть по всему микрорайону в тот момент я была у мамы с ребенком, так как мы уже где-то в какой-то степени пытались сохраниться, я с мужем, мы жили во дворе, вот эти самые дворы-колодцы, что называется, где двери были всегда практически открыты, а в тот момент как раз нужно было их закрывать крепко и так, чтобы ногой нельзя было выбить. И когда мой муж был на гастролях, чаще всего я уходила к маме в микрорайоны, там четвертый этаж, мы в какой-то степени считали себя сейф, то есть сейчас я вспомню, сухой сохраненными, то есть мы считали себя закрытыми от каких-то событий, тех, которые могут ранить нас или убить, или унизить, и нам казалось, что мы сохранены. Так вот, землетрясение происходит, мы в шоке, мы в ужасе, потому что мы не могли себе представить, что вот так вот в советское время это может произойти, эти дома могут рушиться, нам показывали кадры, мы плакали, мы были в ужасе, но до этого мы уже хотели, мы же после Сунгаирта хотели, как многие армяне, уехать в Армению, а тут вам здрасте, вам вот такое событие, и папа, мы перечисляли деньги, мы перечисляли одежду, это собиралось в определенных пунктах, тогда можно было еще это делать, отправлялась в Армению, сестра сняла одубленку, у нее была одубленка, можно это куда-то убрать, я... Хорошо, Ивета, я понимаю, что это очень болезненная тема, но вы как писательница сильной воли человека, поэтому я и просила, чтобы вы эту тему раскрыли, эту тему мы должны все время раскрыть, потому что сейчас, не только сейчас, а уже последние 30 лет семья Алиевых обманывала весь мир, и скрывал Сумгаирт и Баку, придумывал какие-то такие нарративы против армян, и смог своими деньгами, украденными деньгами, он же в принципе смог как бы забрать в свои руки весь регион, нефтевые эти запасы, и смог еще и купить весь мир, и преподнести всему миру ложные нарративы, и вы сейчас, хотя и вам очень больно, но вы героически стараетесь всему миру рассказывать, что все то, что он рассказывал и распространял, это ложная информация, а вот что было на самом деле, поэтому прошу прощения, что я вам сделала больно очередной раз, заставив рассказывать про этих дней, мне самой больно. Это никогда не забывалось, и не забывается, это забыть невозможно, потому что если тебя преследуют, и за тобой физически кто-то гонится, и ты в страхе забегаешь, запираешься, и волнуешься, как бы тебе не сломали пиль, если кто-то думает, что можно вот это как-то вычеркнуть, то он глубоко ошибается. Моя сестра в тот период, я почему расстраиваюсь, ее нет, вот вчера 23 числа когда-то был день рождения моей мамы, вот в этот раз ей должно было исполниться сто лет, ее нет, уже она умерла буквально сразу после нашей, скажем так, после нашего бегства в Москву, потому что мы были настроены на Ереван, но после землетрясения папа сказал, мы поможем тем, что мы туда не поедем им на голову, у них своих проблем сейчас полно с землетрясением, мы стали искать еще что-то. В этот период поджигают папину мастерскую, мастерская находилась прямо буквально за нашим домом, за окнами это было видно. В тот период, когда произошел сунгаид, за домом шел салют, вы должны представить себе, как мужчины, мужчины, молодые мужчины танцуют у нас под окнами, ну мы смотрим, мы это видим, то есть это вычеркнуть ни Алиевым, ни всей их компании будет нереально. Господа, те, кто верят в то, что ничего там не происходило, и это все вымысел, или еще лучше начато армянами, то я могу вам абсолютно сказать точно. Мне в то время было уже 33 года, и я могу вам абсолютно четко сказать, что все это происходило на моих глазах, и сказать кому-то, что нет, нет, это было не так, да, боже мой, можете говорить что угодно. За моими окнами, за окнами моих родителей в третьем микрорайоне проходит Добилисский проспект, по этому проспекту проходили кучи, толпы озверевших азербайджанцев, которые в тот период было принято называть экстремистами, то есть сами городские азербайджанцы говорили, что это не мы, это не наши, это экстремисты, это делается из-за того, чтобы вернуть назад Алиева Старшего, это потому, что недовольны тем, что происходит, да какое мне дело, вы орали в городах без земли, на нашем Белийском проспекте под нашими окнами, где проходил пятый трамвай, пожалуйста, проверяйте историю, если вы хотите знать, где это проходило, там стояла мастерская Александра Джавадовича Мерзаряна, который занимался ремонтом часов и ювелирных изделий, который пожилых обслуживал бесплатно, откуда у них деньги, солдат срочной службы обслуживал бесплатно, откуда у этих ребят деньги, наших карабахских земляков стоило зайти и сказать, Барри, Шура, ты можешь мне починить, он, конечно, могу, это же арцарский парень, как не могу, само собой, и это тоже бесплатно, вот так работал Александр Мерзаряна, это была сказка о нем, если к маме посылали больных со всех концов, ну, включая арцар, само собой, они привозили ребенка и шли именно к доктору Мерзаяну, то к папе шли с ремонтом часов, надеясь на то, что он не будет с них снимать то, что снимается в других организациях, где надо платить гораздо лучше, или просто бесплатно, если пришла бабушка и говорит, Шура, матов, у меня часы поломались, естественно, Шура это быстренько сделает и отдаст, и отправит, и никогда не возьмет денег. И вот на этом самом проспекте Тбилисском шли толпы и орали на таких, как Шура, потому что их не устраивало, что армяне умеют все, вот не устраивало их это. А в момент сумгаицких событий за окнами вспыхнуло и горело в момент землетрясения в Армении праздник у них, вы понимаете, у них был праздник, те, кто не верит, смотрите сюда, я свидетель. Я в это время с сестрой, с мамой и папой смотрели в окна. Там шла музыка, танцы, там раздавали конфеты, орали во все горло, чтобы доказать миру, что это воля Аллаха. Он армян наказал, потому что армяне подняли там желание оторваться от Азербайджана, что вдруг у армян возникло желание быть свободными. Ну, как же они могли это допустить? Ну, это ложь. У них внутренние какие-то свои разборки шли, вот чем они были заняты. И армянская тема выхода из Азербайджана к этому имела косвенное отношение. Основным событием было то, что шли разборки на политическом уровне. Их что-то не устраивало, и вот коалиция, группировка, тусовка, компания, партия одного руководителя пыталась скинуть другого. И вот это все замешивалось на нашей крови. и то, что нас вылавливали в автобусе и выбрасывали на улицу, и то, что бежали за нами и избивали, и то, что мою сестру, если бы не толпа противостояла, изнасиловали бы на улице, и то, что на наших дверях было написано «Эрмяни, убирайтесь», и то, что мы боялись и оглядывались, но продолжали работать, потому что нам казалось СССР, они должны что-то сделать, советская власть должна что-то предпринять. Я работала в школе, и мы между собой армяне обсуждали, что делать. Кто-то говорил, ну куда в Армению ехать, сейчас там вот такой кошмар, ну а куда нам делать, а что нам делать, а как нам быть. Вот что стояло. И когда у нас в ноябре 88-го подожгли папину мастерскую, а папа уже не работал пару месяцев, и снизу нам кричат. Это у меня описано в моем произведении «Капли в океане», которое в 2017 году вышло в журнале. Вот «Капли в океане», журнал «Жам», который издавала, издает Анна Гевардитян. Журналист и редактор, и издатель, я не знаю там все, что входит в ее обязанности журнал «Жам», который выходит в Москве. Она попросила меня рассказать об этом, потому что 30-летнее молчание наше приводит к тому, что мир думает, что ничего не произошло. Я спросила она, как описывать. Она говорит, ну попробуй так, чтобы не очень остро, чтобы можно было напечатать. потому что судьба, как говорится, Гранта Динка не особенно всех устраивает. Надо понять, что есть редакторы, которые смелые, вот как Анна. Я сказала, я говорю, ты сможешь это напечатать? Она говорит, смогу. Ну, я послала ей свою работу, и она напечатала «Капли в океане», где рассказывается, как это происходило. частично, естественно, не могла полностью всего описать, но основные моменты я там указала. Потом это было взято и в американское издание, и вышло сесть на английском языке. Это все есть на интернете, поэтому если кто-то хочет прогуглить «Капли в океане», Ивет Александр, или же Дракс, «Инна Ощин», это «Капли в океане» на английском, «Дракс, Инна Ощин», то же самое, выйдет мое произведение, и вы можете ознакомиться с тем, что действительно происходило, это документальное произведение. Там нет никакой выдумки какого-то вымысла, это абсолютно точно. И вот, когда поджигают папину мастерскую, и снизу женщина кричит «Часовой мастер, мастерская горит», мы с сестрой, мы подбегаем к окну, и мы видим, что она уже достаточно хорошо была, и там уже находятся пожарные. Мы в этот момент, в тот период, был комендантский час, и в городе был комендант, и можно было звонить, русские люди были. Мы позвонили, и попросили их прийти туда. они приехали, папа мой спустился, но надо сказать о том, что папа мой носил протез. У него когда-то он попал в аварию, и у него не было от колена левой ноги. Он быстро в терапиях надел протез, спускается с четвертого этажа, мы с сестрой, молодые женщины, оставляем детей с мамой, бежим вниз, подбегаем, и нам сообщают, вы знаете, у вас самовозгорание. Мы с Идой друг на друга смотрим, вот бывает у человека истерика, хохота от того, что ты просто слышишь ложь, и тебе смешно. И они на нас смотрели, вот стоят две армянские женщины, молодые, и хохочут на пебелище. И я им говорю, какое самовозгорание? И папа в этот момент о чем вы говорите? и он говорит, мастер, вы поймите, у вас произошло самовозгорание. Папа ему говорит, о каком самовозгорании может идти речь, если я уже два месяца не работаю? Я не спускаюсь сюда, какое самовозгорание? Что может самовозгореться внутри, если человек не включает ничего? Ну да, это самовозгорание. Я поворачиваюсь в сторону мастерской сапожника Алеши Долуханя. Папин коллега как бы и говорю, вы видите канистру? Это канистра бензина. Они облили уже будку дяди Алеши и мастерскую папы. Да, но это не имеет отношения. То есть, как не имеет? Вы видите, канистра лежит, бензин. Вы понимаете, что это поджог? Ну, это самовозгорание. В это время приходит комендант вот по этой ситуации вообще, отзывает нас в сторону и говорит, вы армяне? Мы говорим, да. Он говорит, мы не успеваем вам помочь. Здесь на хуторе, а за микрорайоном, дорогие слушатели, все, кто отлично знает город. В микрорайоне был хутор, где были самостройки, постройки в основном армянские. И вот он нам говорит, мы не успеваем, на хуторе горят армянские дома. У вас всего лишь мастерская, а там горят армянские дома. Мы сейчас находимся там, поэтому быстро пришли. Уезжайте, пока мы здесь. Ну, что нам делать? Естественно, мы опять думаем о том, что хорошо бы уехать, хорошо бы, но тут случается землетрясение, мы не можем ехать в Армению. Мы думаем, куда нам деваться. Мой брат, он, в общем-то, считается мне кузеном, двоюродный брат, но так как мы росли вместе, его воспитывал мой папа, это брат моей, то есть это сын моей тети, маминой родной сестры Амалии. он звонит как-то нам, кажется, это было 4 утра, и говорит, машина горит, моя, для нас это был шок, ну, хорошо, мы не поняли, в чем дело, что значит машина горит, на улице, я как вижу из окна, машина горит, приезжайте. Короче, мы с папой встаем и едем, они тогда жили в Ахмедлах, когда-то жили на 8-й Свердловской, потом переехали в Ахмедлы, в новые дома. Мы приезжаем туда, и действительно, на верху машины, на крыше стоит какой-то пластиковый сосуд, с которого сам пластик растекся, естественно, стекал бензин. Приходит полицейский, кстати говоря, также к нам приходил милиционер после папиной мастерской. Он пришел, причем прислали армянина. И разговор начался с того, что пожалуйста, Александр, подпишите, что это было самовозгорание. Папа говорит, ну ты взрослый человек, как я напишу самовозгорание, если меня там не было, и я ничего не включал. Ну напишите, потому что сейчас мы должны уезжать, меня не выпустят, у меня семья, я должен закрыть дело. Окей, папа пожилел армянина, парни этого, и естественно написал, что это было самовозгорание, чтобы не было принтира. То есть тема закрыта. Поэтому, если в документах будет у Алиева написано, что часовая мастерская Александра Мирзаяна в третьем микрорайоне самовозгорелось, как это будет с печатью и с подписью того армянского парня, которого папа просто отпустил. Одеваться было некуда. Этого армянина из города не выпустили. Они специально послали его к папе, чтобы папа его пожалел. Ну и папа подписал, что это самовозгорание. Вот ваша правда, Азербайджан. А так же произошло и у брата. Когда его жена укладывала малыша, там была, значит, моя тетя в доме, Каен, это мой брат, Света, его супруга, и трое малышей, младший из которых был трех-четырех месяцев. Как она заметила, что мастерская горит в четыре, то есть машина горит в четыре утра, она просто, он проснулся, и она его пыталась уложить, и ходила по комнате, и увидела это зарево с поджогом машины Карена. Ну и что вы думаете? Нам пришлось подписать. И я на папу смотрю, на Карена сидят два армянских мужчины, и под давлением обязаны написать, что это самовозгорание. Это с тем, что пластиковый сосуд находится на крыше машины. Ивета, когда вы выехали из Баку? Когда вы выехали из Баку? Мы выехали как бы в разное время получилось. Мы ждали Альберта с гастролей, это был август 89-го года. То есть мы успели перед последним погромом. Если бы мы, конечно, слушали маму, которая думала, что той стране не пасть, той стране цвести, где могила есть 26-ти, мы бы там с 26-ю и остались бы. Мы ее не стали слушать. И, кстати, помогли нам ее больные. К нам пришел бывший ее пациент, надо отдать ему должное, азербайджанец, и сказал, доктор, если вы сейчас не уедете, я вам потом помочь не смогу. То есть он предупредил, что будет хуже. Эти звонки к нам домой, и поднимаешь трубку и Армении означает Армянин, ты здесь? Вот это нам капало каждый день, и мы то выключали телефон, то еще что-то, или кто-то приезжал и говорил, обменяйте квартиру, уезжайте отсюда, вот мы вам дадим в Армении квартиру. Мы не знали, что мы должны уезжать, мы думали, что все уладится. Если бы мы слушали маму, которая была в принципе патриоткой, конечно, то мы скорее всего попали бы и на тот паром. И слава Богу, что не попали, потому что друзья, которые попали, и тетя мамина кузина, которая попала, уже приехала в Красноводск высаживали уже с поломанной рукой. поэтому говорить о том, что армяне выбежали в тапочках, ха-ха-ха, смешно, ничего смешного в этом не было. Это было издевательство, это было избиение, и тетя, которая выехала, то есть я говорю с ее слов, конечно, или со слов моих друзей, которые попали на паром, от того, что верили в советскую власть, и верили в то, что это все когда-нибудь закончится, но никто не думал, что это закончится тогда, когда нас там уже не будет. И поэтому, когда мы успели выехать, уже не в Армению, потому что нереально было уже ехать в Армению, где после землетрясения и после потока беженцев уже некуда было сесть, как говорится, некуда было, ну, негде было остановиться, мы уехали в Москву. Мы приехали в никуда. Сначала мы приехали в Тихорецк, потому что Карен к тому времени после поджога машины они тоже паромом уехали в Небедак. Они уехали для того, чтобы где-то перекантоваться и найти пристанище. Но в итоге он со своим сестьем и с кем-то еще они стали искать что-то в России и нашли в Тихорецке поселок, где продавались дома. они купили дом с посадкой, со двором и так далее и поселились там. Мы из Баку выехали уже к ним. То есть мы приехали в Тихорецк, к Карену. И мы были счастливы, что мы в какой-то степени избежали. Мы еще не знали, что будет после нас. Мы просто были счастливы, что избежали уже того, что нам доставалось. если считать непреследованием армян, глядя на то, что произошло, то, конечно, можно называть это как угодно. Можете сказать, что это армяне сами решили взять и уехать. Вот в тот период я не смогла закончить, когда сестра собирала вещи теплые, и мы из дома все пытались собрать и отправить в Армению. Она приехала на пункт пересылки с этим пакетом. Огромный мешок был. Огромный мешок. То есть она заняла такси, наняла такси, приехала туда, в пункт этот, и кто-то из знакомых увидел и стал кричать, Ида, ты что, с ума сошла? Ты еще здесь? Она говорит, да, мы еще работаем. Вот чем закончилась работа? Она работала в тот период в филармонии в хоре капелла Новорузова была тогда. В этой капелле она работала. У нее мецисопрано было. Она занимала в хоре позицию мецисопрано. Нарядная, красивая, она вообще от природы была красивой. Она шла... Извините, я попробую еще раз. Ивета, давайте перейдем на другую тему. Мне просто больно смотреть на ваши переживания. Арцах сейчас в блокаде. Вы всегда чем могли поддержали Арцах. Давайте о вашей деятельности, о вашей творчестве. Потом как-нибудь еще раз мы встретимся. Я эту тему попрошу, чтобы вы снова раскрыли то, что сегодня вы не успели. А сейчас, пожалуйста, ваше отношение к блокаде в Арцахе. И как вы поддерживаете своим творчеством? Ну, естественно, кроме обычной пищи для, как говорится, желудка, существует духовная пища, которую тоже необходимо доставлять в Арцах даже во время блокады или во время войны. В период, когда была война, наша малышка, моя внучка Чарли, ее зовут Шарлот Аллес, но так как Шарлот здесь многие тоже называют Чарли, и мы с удовольствием ее называем Чарли, она забавный ребенок, талантливая гимнастка, маленькая, ей вот 10 лет. Когда ей было в войну 20-го года, ей еще не было 8-ми, 7 лет, мы стали собираться, но она знала, что мы собираем, потому что она видит, она видит, мы на стол кладем вещи, которые мы должны послать. Мы медикаменты собирали, одежду собирали, и все это заваливалось на наш стол. Естественно, что ребенок 7-летний ходит вокруг и смотрит на все это, и понимает, что мы что-то делаем очень возбужденно, очень нервно. В этот же период мой зять, он не армянин, он был в Арцахе, он был в Армении, он влюблен был в Армении, он ходил с камерой, и для родителей, родители его тоже здесь находят с вами, он тоже здесь с раннего детства, и естественно, мы все общаемся на английском, поэтому дома разговор в основном на английском, чтобы не смущать, когда он находится в комнате, чтобы мы не говорили просто по-русски, а он чтобы не понимал. Естественно, мы говорим на английском. Так он снимал всю Армению, где мы были, то есть, ну мы были в самом Ереване, мы жили, мы сняли квартиру над Каскадом, мы сняли квартиру пятикомнатную, там мы жили несколько дней, и параллельно с этим сняли, ну как обычно, Геогард, Гарни, Арка Ференца, озеро Севан, и я это не просто организовала, я это сделала со своими подругами детства, вот с той же самой Людмилой Исраиля, и с другими девочками, нашими землячками, моими подругами детства, мы созвонились, мы целый год это обсуждали, и я сказала, девочки, давайте все-таки возьмем детей и поедем вместе, вот таким же образом мы с ними встретились в Ереване, они ездили, кто-то с Украины, кто-то из России, мы отсюда, мы собрались уже в Ереване, заказали автобус, и вот на этом автобусе я со своими дочками и зятем, они кто-то с дочкой, кто-то с сыном, и вот так мы путешествовали, и вот это все с фотографиями, само собой, с видеоматериалом, и вот на озере Севан он снимал, даминник, мой зять, он снимал и восторженно говорил это на польском, для того, чтобы буквально в Польшу это тоже послать, и он записывал вот все эти красоты, и вот мы находимся в озере, мы даже, мы смеемся, девочки, я говорю, мы на Севане, мы стоим вот так по колено в воде, а молодежь купается, чистейшая вода, красота, вот это все, и хорошо оборудовано, это было красиво, когда мы зашли в арку Чаренца и увидели Арарат там в тумане, но мы его видели, и вот эта надпись Чаренца на арке, и вообще вот этот восторг, мы просто захлебывались от восторга, и вот мои дети, которые не знали этого, не видели, мне хотелось это преподнести, они просто, мама куда дальше, мама куда дальше, и вот мы пришли в гарнир, и вот эти лестницы, вот они поднимаются, и мы сфотографируемся, и вот это все удовольствие, а вот здесь вот баня была, а тут вот это вот, и для них это была невероятная красота, и вот этот крест где-то там очень высоко, и вот это ущелье, мы там снимаемся, это все часть нас самих, и вот мы были этим поглощены, и тема того, что мы американцы, она уходила на второй план, потому что в нас возникало что-то еще, что было как бы отложено на потом, но оно вот возникло, когда мы поднялись еще на Хорвера, и я им начала рассказывать вот эту историю про то, что происходило с Григорием Саворевич, до этого мы еще были в Ишмиадине, мы зашли в Ишмиадин, Римсиме, Таяне, вот эти цепа, рассказала им про 40 монахинь, про этих девочек, и все, ну может быть, где-то это все для них выглядело немножко мифично, Прошу прощения, давайте обобщим сегодняшнюю нашу встречу, потому что меня предупреждает, что время уже стекло передачи, да, пожалуйста, я перешла просто на другую тему, ничего, пожалуйста, в вашей книжке детской, которую вы напечатали, несколько слов и завершим нашу беседу сегодняшнюю. Да, пожалуйста, вот в тот период, когда внучка увидела, что мы посылаем что-то в Армению, она решила сделать кулоны тоже, и их тоже продать и послать деньги туда, в Арцах. В этот период же я выпустила книги, и когда мы это все стали дарить в Арцах после войны, это оказалось очень важным, потому что у людей была депрессия, у людей было какое-то состояние ненужности никому, и нам хотелось показать, что нет, вы нужны, и мы о вас думаем, и мы вас любим, и мы вам дарим, и мы пытались сделать подарки, но и сделали. Моя семья сделала эти подарки, включила вот эту детскую книжку о новогодней сны Сережи, и подарки шли с момента, здесь даже есть рассказ про Идочку, про мою сестричку в детстве, называется песня Радуги и Маленькой Иды. Так вот, эти подарки были доставлены и с 6 января по 13 марта эти подарки были, раздавались в Сепонатинерсу и в некоторых селах. Да, а во время блокады тоже отправили подарки, я насколько знаю. Вот сейчас мы отправили на Новый год, но они застряли, их не смогли передать, но благодаря Красному Кресту они вот как обычную пищу отвозили, таким же образом, и, скажем так, духовную пищу, и они взяли несколько коробок, это был, я не знаю, если вы с ним знакомы, это Сейран Карапетян, который когда-то вел передачу «Вестник», на которой, кстати, я тоже участвовала, в которой я участвовала, вот он, благодаря ему книги были доставлены недавно на днях, и они пригодились детям как подарки, также мы посылали подарки в Хандристан, когда дети выступили перед родителями на Новый год, а им тоже было адресовано в виде подарков новогодних, это еще было на Новый год, вот так вот. Спасибо большое, Ивета, за эту беседу, прошу прощения, что я вас заставила все это вспомнить и еще раз пересказать, но я уже сейчас попрошу у вас нашу вторую передачу, где вы продолжите ваш рассказ, я думаю, вы не будете отказывать меня, я надеюсь, по крайней мере. Я постараюсь быть более сдержанной. Нет, это очень сложно. Наверное, смогу все-таки рассказать то, вот я приготовила книги, те, которые уже изданы, и сборники, где мои произведения напечатаны, ну просто вы сами должны понять, что эта тема очень тяжелая, тема Арцаха для меня тяжелая, тема Бакуи-Сунгаида для меня тяжелая, но мы как-то должны с этим смириться и преподнести миру реальную правду от реальных людей в этих событиях. Спасибо. Спасибо вам большое и я надеюсь, что мы еще увидимся. Большое спасибо всем, кто участвовал в передаче, кто слушал ее. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.